Добрый день! Добрый день! Что-то сильно шумит Вы откуда? Какой город-то? Я из Финляндии, из Кельтс Так, не понял Из Финляндии Из Финляндии? Нажимать то, чтобы был ответ Алло Что-то такая плохая связь Еще не видно ее Ну я вот не знаю Я вот сейчас Это я с телефона, я вас слышу А на компьютере У меня Значит связи нет Алло? А вы как там оказались в Финляндии? Ой Это история длинная Дело в том, что Ну Когда Советский Союз распался Я в Литве жил тогда с родителями Потом родители уехали Но сам там жил Потом Много всего было Жизнь Я могу вкратце рассказать Если вас время послушать, конечно Мне только пока одно А то лучше бы в видео как-то зайти Ну давайте я еще раз попробую сделать видео В этом 14-м году У нас миссионерская поездка И мы думаем быть в Финляндии Было бы неплохо Вы русских людей там можете диаспору собрать? Я постараюсь Я не знаю Вы знаете Я конечно Потому что Я все силы положу свои Это в конце июня будет Июня Да, замечательно Я буду так рад И значит У нас здесь есть Очень серьезные христиане Есть Но есть У нас конечно Все поражено так Что это ужас не человечество У нас Например Архиепископ Ставит Легентам Открытую Лезбиянку Которая там ходит Причащается Все это нормально Это смотрят и ласково на эти дела Наш Хельсинский Метрополит Он собственно Соответственно Метрополит Как монашь его знание Звание Он одновременно Открытый бизнесмен В списке самых богатых людей У нее там куча постов Он одновременно Член масонской ложи Которая антихристианская По своей сути Адогматичная Вот И то есть Хорошее священство у нас Живут просто И я с этим пытаюсь бороться Около двух лет Но я один И у меня я говорю Незнаний Нет Ну я Конечно Мне далеко И до вас Соответственно До Андрея Кураева Но я пытаюсь что-то сделать И это находит Отклик У людей Алло Да вы как меня нашли-то? Как узнали? Это вы меня нашли Это вы меня нашли Вы зашли ко мне на страничку Вот Это конечно Дело в том Что Я писал там У отца Андрея Кураева Отзывы В журнале Вот И Потом посмотрел Вот Значит Я не давно знал Кто такой Игнатий Лапкин Так я не понял Я на вас как вышел Так где я мог выйти на вас? В контакте В контакте В контакте В контакте-то я не работаю Это там наши модераторы работают А на меня вопросы пересылают Вы вопросы задавали какие-то? Я Я Я подготовил Я не знаю Ну то есть Так где карандаш? Доченька моя любимая Так Я дал Здесь есть Ага У меня есть Я здесь по Финляндии Я буду Работать Здесь конечно Людей я соберу Вот Людей я соберу По Финляндии Так Да-да Мы тогда обменяемся А вы в Mail.ru заходите? Такая вот есть система Мой мир Ой Нет Я не особо умею Но могу попробовать Да Это очень просто Это самая простая Это как вот Одноклассники В контакте Я в нем работаю Ага И мы сразу адресами Все Телефонами обменяемся Когда мы будем поддержать Чтобы дать вам знать У нас путь идет через Грецию До Португалии Дальше можно через Англию Заходим во всю Скандинавию И уходим через Прибалтику На север России Хорошо Потому что у меня Собственно у меня В Прибалтике Есть Ну я сам Как ютубское гражданство У меня Я в Литве жил Вот Там могу я У меня есть священники С которыми я думаю Замечательно и честно А у меня было обращение К Богу Сознательное По Евангелию В 23 года в Латвии Город Венспилс Да Я это уже прочитал Я прочитал Я прочитал все Вот Ну так вот там Говорите Я не знаю Я конечно Я растерян немножко Потому что это действительно Так для меня честь большая Вот разговаривать У меня вопросы такие Я Меня мучает всегда вопрос Я вот Когда обращаюсь На вы Меня это немножечко Я по моему скудному разумению То есть Братьям во Христе Не пристало На вы Это как бы гордыньку личную Свою вот там гладить Или я не прав Может быть в чем то Да нет Это видите этикет Вот как допустим мы На валенке надеваем галоши Так Никак про это не написано Так принято И в немецком языке У меня там тоже две формы Ты и вы Да Как они обращаются С большой буквы Зи Да Да Особенно нет Ну я допустим Ну встретился с кем то И старше меня Или что то Я буду ему тыкать У русских не принято Ничего нет У меня разницы нет Как называть Но я просто объясняю вам Ага А сегодня вот сел он Юноша один Ну знакомый у меня Бизнесмен ехал Он говорит А почему он такой у вас Нагловато Я говорю с чем Только сел в машину Вдвое моложе меня И тыщет мне Ну да Ну да Я в принципе тоже Я языков несколько знаю Ну да да Везде по разному все А ну ничего Нет особенного Вас как звать то Меня зовут Саша Александр Александр как звучит Жуков Александр Жуков Я Подожди доченька Подожди У меня здесь Дочки маленькие Какой вопрос был Отца Как вашего звать было Или еще А Анатолий Анатольевича Вот так Вот А я Игнатий Тихонович В общем Мне вот действительно Очень приятно Игнатий Тихонович Значит так и буду звать Еще вот у меня Вопрос такой Я Собственно Многие Прихожане То есть ну они как бы Не знаю Кто-то номинальный Кто-то Серьезно ходит Вот И мне Донести вот этот До них Обезобразие То есть ну Многие конечно Подходят Поддерживают меня Кто-то дураком называет Ладно Это дело не в этом Есть священства Хорошие очень Священники Которых съел просто Метрополит Их гонят хороших А берут Выписывают из Эстонии Такого Которые только На свой приход Докладные пишут Ладно Дело не в этом Меня вот Я же в церкви Вот Наибольшее количество Народу Собирается в церкви После церкви Кто-то в сторожку заходит После литургии там чай пить Там малое количество Вот А После допустим Могу ли я Обратиться к людям В церкви Уже после того Как литургия закончена Не внутри Если вы мирянин В церкви не разрешается Голосу подавать даже Но если вы вышли в сторожку На улицу Там можете Это канон такой Понял Понял Я просто думал Что женщина в церкви Домолчит А мужчине не было сказано Ну мы же православные Сектанты не могут у себя говорить Но в храме Православным запрещено Говорить проповедь Ну да Если епископ разрешит вам Епископ Тогда можно А Епископ даже Епископ Вот у нас Когда епископа не было А я говорю проповедь всегда Мы В трапезную переходили И я там говорил проповедь Но Епископ меня специально Рукоположил в очистец Это Самый маленький Ефрейтор Да 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 знаю И тогда я стал говорить В проповеди При епископе Прямо во время Литургии А вы Знаете наш сайт Я Я заходил Вот вчера я вконтакте Я вышел вконтакте Я смотрел До сих пор Я открывал Вконтакте У вас две странички Потом у меня Вот еще Открыт православный Форум Игнатия Вот здесь фильм Вчера уже засыпал Чуть чуть не досмотрел Он Не оставлен досмотрю Вот Но я это Да смотрю конечно все А вот есть у нас Видеоканал Называется открытым оком Запишите Сейчас Видеоканал открытым оком Во свете Библии Ага Там 1540 наших роликов Наших Ага Там вы найдете Там плейлисты Разные там Собрания Совещания Служба Миссионерская работа Детский лагерь Я начальник детского лагеря 41 год Мы строим с нуля Православную деревню Вы что хотите Найдете Притом в роликах Ага А в моих Семь тысяч С лишним фотографий Да Хорошо Здорово Игнат Тихонович У меня еще один вопрос Мне Значит многие Подходят И когда я говорю Допустим о том Что происходит У нас в церкви Как то люди не понимают Ну Я же говорю Не о личных грехах Чих то да Потому что у меня личных то грехов У меня Бог дал То есть у меня было так Что когда то я Уже от жизни Танебутевой Ну Умер по-настоящему В Африке где то И очутился в аду В настоящем аду Это то есть И там меня спросили Ты видишь куда ты идешь Вот где Уже Ну потом слава богу Вот показали И вернули меня сюда Собственно С этого то я Изменил мою жизнь все Вот Это было уже я не знаю 14 лет назад Это произошло Ну так я знаю что У меня то грехов Вот как бог на мне А мне вот подходят И те такие вот Тоже там есть Чтец такие Ну которые вот они Служат метрополиту Они еще говорят Ну а ты это кто такой Мне говорят Чтоб ты говорить Ты что безгрешный Или кто ты такой Чтоб говорить о нашем Метрополите Да но который масон То есть Христианство догматично Масонство адогматично Вот И это антихристианский А он одновременно и там и здесь А вы как узнали То есть сказано что А? Как узнали что он масон? Это в открытом доступе Пожалуйста Вы можете Открыть в Википедии На сайте Метрополит Хельсинский Амбросий И здесь на финском языке Есть тоже Ну масон они зачищают Но они в своих журналах Публикуют это Вот Он то есть Несколько лет назад Он объявил Что он Вышел из масонства А просто Значит Якобы Он в ротари-клуб ходит Но это для тех Кто Люди сторонние Я изучал вопросы масонства тоже То есть Ротари-клубы Это те же масонские организации Которые Это ворота Для туда Для входа в эти организации Этот Лайонс-клуб То есть Винный клуб И ротари-клубы Вот Это такая отговорочка Вот для внешних Масонов Кто не знает Масонство Ничего о нем Я темой масонства Занимался 14 лет Меня арестовывали Я сидел в тюрьмах Эта тема смертельная была тогда Так что мне много на эту тему не говорить Я ее знаю очень хорошо Да Да Ну вот именно Вот И второй вопрос Вот он занимает какие-то там Должности Он значит генеральный директор концерна Тули Киви официально Вот Он в интернете открываешь Список Я не знаю Сейчас я с английского на русский Так Занимался на Вегет Это Значит Список Крупнейших Акционеров Финляндии Он там со своим титулом Метрополит Ну он там титул этот у него есть Ну вот Если бы так Вы хотели узнать Сколько времени он отдает Этому Месту Где он занимает должность И сколько времени отдает Для церкви Христовой Вот это самое важное Ой-ой-ой Ну Так что Александр Алексеевич Пока подождите Его не трогайте Вы начните с другого Вы Библию хорошо знаете Содержание? Ну не могу сказать что хорошо Конечно А тем более когда я говорю с Игнатьем Лапшем Когда я приеду Чтобы за это время Постарайтесь Библию прочитать Еще раз Так Хорошо Я буду отсылаться на Библию И чтобы вы могли Я по глазам увидел Что да Вы встретили родственную душу Я над Библией провел полвека Да 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 Хорошо хорошо На нашем сайте если зайдете Такого сайта Я называю супер сайт Он называет Во свете Библии Сайт по русски запустите Во свете Библии Я там насчитано моим голосом 50 томов Ага Это Библия полная с неканоническими книгами Архипелаг ГУЛАГ 12 томов Иоанна Златоуста 12 книг Жития святых Добротолюбие 5 томов Итого около 50 книг Голосом моим насчитано Вы можете это скачать Ехать в дороге Поставить диск И ваши дети и жена будут слушать Ну хорошо Ну с женой это такое дело Жена она Финка была Но Решила уйти И собственно И сделал все Ну я не знаю про это Простите что там это Не ничего 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 Вот Вы знаете Ну с этим митрополитом Но я разговаривал Вот Со священниками Потомственный священник у нас здесь Которого тоже съели И мы с ним Очень хорошо И вот Меня же многие поддерживают То что я говорю вслух И мне рассказывали То есть то что Но я об этом никому не говорю Вот никому не говорю Это так Как в наших беседах было Но вот когда этот митрополит Там приглашает К себе Там Выстроен Значит такой Типа Назван гостиницей Вот Где он там дает Пир для всех студентов Для Не студентов А священников Вот созывает Там все перепивается Потом ходит Гоя бегает Ну и короче Ну вся эта гадость выплывает То есть ну Понимаете Минутку еще Подождите Александр Алексеевич Анатольевич 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 Значит вы это Чтобы знали У нас все записывается И у нас будет ролик в интернете Вам это не повредит? Мне Я не боюсь ничего Меня здесь спрашивают Боюсь ли Я не чувствую страха Я не герой Вот сейчас поговорим Вы выключите Попытайтесь еще один раз После этого Войти Чтобы с видео Мы это закончим Хорошо Договорите дальше Пожалуйста Вот То есть вы понимаете Ну как говорят По делам их узнаете Вот решили они У нас здесь когда-то Еще во времена Когда Финляндия входила В состав царской империи Здесь Подалили библиотеку Православной церкви Уникальная Со многими томами Мы И вдруг ее решили Просто убрать Куда Приняли решение Убрать библиотеку Куда Непонятно Вообще Рассортировать Распылить По финским библиотекам Мы здесь Собирали подписи Стали против этого Какое Давайте по частям Вы маленько Слушайте когда я говорю Да Значит я Издал По милости Божьей Бог так позволил 38 книг у меня вышло Так И я еду По странам Во все национальные библиотеки Дарю свои книги Дарю Так В прошлом году Позапрошлом Мы проехали город Владивосток Находка И нынче мы захватили Германию Там Австрию Польшу И вышли по всем мусульманским республикам Во всех В Чечне В Азербайджане В Грузии Везде мои книги находятся Мы дарим Мы дарим Мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч За два года Мы едем Именно с целью Встретиться с русской диаспорой И подарить книги национальной библиотеке Понял Так Игнатий Тихонович Да Я думаю Значит Здесь у нас есть Я пойду Я могу Обратиться Ну как положено Наверное К высшему руководству церкви Вот Объяснить Кто такой Игнатий Латкин Я знаю Здесь сионер проповедник 51 год Да Я знаю Но я знаю Как здесь Кураева встречали Ну Кураев Которого знали Пришел этот митрополит О чем Кураев потом рассказывал Это есть в интернете А вы его отзывы обо мне слышали? Как? Его Андреева отзывы обо мне Я Я собственно первый раз и узнал кто такой Игнатий Латкин Когда Вот От Андрея Кураева Аааа И потом я увидел видео Вот Я увидел видео Поэтому Ну собственно И узнал И Ну я конечно Сказать что я был впечатлен это ничего не сказать Я Я поражен и всем И И жизнью Я потому что смотрел все Вот И я Собственно Вот Вот У меня мысль такая Что как во Франции в каком-то городе хранятся эталоны метра и килограмм Но вот Игнатий Латкин например это такой же эталон Потому что Не каждый может быть таким Но стремится к этому надо Вот В всяком случае Вот Вот что хотел сказать. Да, и я хочу, я, конечно, я буду, значит, ходить, узнавать. Я могу пойти к церковному начальству. Вот так как, допустим, тот же митрополит наш Украина проспал всю лекцию, но к нему он пришел, потому что раз было интересно. У меня спать не будет, запомните. Если я встречусь с митрополитом, у меня никто спать не будет. Наоборот, он спать не будет несколько ночей. Хорошо, кстати, вот здесь есть у нас московского патриархата церковь, вот, и есть у нас здесь финского патриархата в Хельсинки. Значит, я буду узнавать здесь, я встречусь с местным священством, с которым у меня очень хорошие отношения. Я буду, значит, выяснять, каким путем это лучше сделать. И, ну, я сообщу по-любому. То есть я могу или написать сообщение, или ВКонтакте, или в моем мире я попробую что-то там сделать. Вы только помните, что позаглаза сатана много работы делает, чтобы пока я еще не приехал, главные противники мои, это православные священники за мной гоняются, чтобы они нас не рассорили. Вот что. Я, ой, Иван Тихонович, меня вот все эти шорая пелена спали уже с глаз. С меня все это спало. То есть я, слава Богу, ну, как, ну, Бог дает, вот, и все замечательно. Андрей Кураев приезжал ко мне, вот я сижу сейчас в Барнавуле, и брал мои все книги. А остатки ему довозил один священник. Да. Я вот читаю его журнал, собственно, у меня в ВКонтакте видео ваше размещено, где там вы комментируете Чаплина. Ого! Ну и как, понравилось? Печально все. Игнат Ильич Николаевич, мне самое печальное и самое больное до сих пор было, то есть, молчание официальное патриарха. То есть, ну, уже, то есть, ну, все, получается, вот у меня, кстати, вот этот вопрос. То есть, если патриарх Кирилл, ну, я крайне уважал этого человека. Вот. У меня не было там, я знал, как его священство бывает, я встречался, и я понял уже. Но как-то о нем я думал все-таки... Это вы про кого говорите? Про патриарха Кирилла. Ага, понял. Вот. Но я, так как это молчание в ситуации с Кураевым тянется и тянется, реакции нет, то я просто, я не знаю, как мне что и думать уже. Вот. Но в принципе, в принципе, раз Чаплин обгадился, собственно, Легоида тот же, но Легоида, он не священник, тоже все они, ребята, обгадились, ну, в моих глазах, и не только в моих. В глазах там сотен тысяч, кто за этим следит. Вот. Но самое страшное будет, если и патриарх, так то же самое произойдет. Вы видите как, Александр Анатольевич, тут два, три варианта с Андреем Кураевым. Вы, ну, еще раз войдете, чтобы я вас видел, мне нужно видеть ваше выражение лица. Здесь может быть все по договору с Андреем. Это один из вариантов. А как это может быть? А так. Когда патриарха Кирилла избирали, все ждали больших перемен в церкви. Разгрести эти авгивы и конюшни. Но очень сильное сопротивление оказывает священство и монашество. Ну, как у Горбачева. Ему самые главные генералы мешали и министр обороны Соколов. И вдруг Матерус Русс сел, и он сразу на другой день пять главных противников смел в корзину. Так и здесь. Андрей, это я говорю предположительно, какой вариант может быть, который от нас скрытый. Что? Начать ему никак нельзя. Но когда начнется вот это вот сейчас зловоние, все потопит, и патриарх вынужден будет принимать меры, и тогда он начнет то, ради чего стал патриархом. Проводить эти реформы. Хотелось бы надеяться на это. Но это один из вариантов. Я говорю сам, ни с кем не советую. Просто я молюсь, и семикратно в день у нас принято семь раз становиться на молитву в течение дня. Вы себе запишите 118-й псалом. Псалом 118. Стих 164. 118-й псалом. 164. Вот написано, Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. А один раз, это разово, это у нас три святое и сто поклонов. Пройдет часа полтора, сейчас опять. То есть навык молитвенный должен быть. Не просто я пришел, отстоял службу. Ежедневно, но ночью и днем ты должен быть на молитве. Постоянно молитесь. У нас слишком большая задача стоит. Спаси не жизнь, но душу. Бессмертную. Да, да. Вот ради этого стоит от многого отказаться. Стоит разово, языком лишнее не сказать. Если вы ничего не скажете, спрос будет один. А если будете говорить, отвечать очень... Отвечать очень... Так, у меня еще вопрос один к вам. Да, да. По Литве начните сразу разрабатывать. Мы будем в Литве, Латвии, Эстонии. Где там люди будут? И предупредите, что мы будем в начале июля у них. Или в конце июля. Так, значит, с Литвой я займусь, я свяжусь со священством местным. Вот. У меня там есть, я говорил, два человека. Вот. А в Клайпете есть, и в Вильнюсе есть, в Святодуховом монастыре. Отец Владимир, отец Виктор. И я сообщу. Сообщу. Я говорю, вот, или через ВКонтакте, или в Скайпе. Вот. Или... Я, собственно, вот... Результаты любые, вот пока даже первичные, я их вам сообщу. В Клайпене наш корабль стоял на ремонте. Я учился в высшем мореходном училище и служил в морфлоте. Так что мне известно это. Вот так вот. А у меня там... Ну, я жил, наверное, и вырос... Ну, как, мы... Приехал 15 лет, было. Я из Мурманской области с родителями приехал в Клайпену. Так, еще вопрос. Так. Еще вопрос... Да. Вопрос вот какой. У нас один вопрос остался нерешенный. Мне обязательно нужно проехать хотя бы на один день или на несколько... на полдня или с кем-то отправить книги в Лондонскую национальную библиотеку, подарить книги. Слишком трудно открывать визу и у нас нет возможности. Только в Москве. А мы приезжаем и нам нужно 5-го числа пересечь границу Шенгенской зоны. На Грецию уходим. Так. Так нам нужно, чтобы во Франции, где-то там, где... под тоннель-то, под ламаншина. Кого-то где-то найти, кому бы мы оставили книги, оставили документ, что мы дарим книги, они бы в ответ дали ответ только. Вот и все. Во Франции... Во Франции мы знаем, у нас там есть где остановиться. Нам книги, через кого отправить или самим проехать в Лондон. В Лондон. Национальную библиотеку Великобритании. Подарить мы... Я знаю человека, который живет в Оксфорде. Но это не очень близко к Лондону, конечно. А нам разницы нет. А вы не могли бы через него попросить, чтобы нам оформили туда приглашение? Тогда бы легче было открыть. А вам разве... Если эта шенгенская виза открывается, он может ехать туда? То есть в любую сторону? В Англии это шенген не входит. Англия? Да, она говорит, мы островное государство, и они не входят. Вот в чем дело-то. Разве? Да, да, это абсолютно точно. Дания, Швеция, Финляндия, эти все входят. Да, 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 да. Латвия, Лидва, Эстония входят. А это не входит. Ну, тот человек-то, он не англичанин, он из Литвы туда приехал, там сам как этот, гастарбайтер. Ну, гастарбайтер не может приглашать. Это я понимаю. Ну, постарайтесь через него на кого-то выйти, которые могли бы каким-то образом помочь. Хорошо. Нам нужно, если на три дня был, на три дня, мы бы попутно там в Шонтландию и захватили бы Ольстер. Ага. Хорошо, я выясню это. Я это выясню и тоже сообщу вам. Книги не экстремистские. Книги все на слое Божьем, они подарены Путину, в его библиотеке видели по телевизору, Медведеву, Патриарху из 125 смещенникам и архиереям. У меня полное толкование Нового Завета, трехтомник мы издали. Трехтомник Нового Завета. Полное толкование с откровением по православным святым отцам. Ага. И с опровержением сектантских толкований. Громаднейший труд. Впервые за 2000 лет такой труд вышел, где в одном издании полное с откровением толкование. Да, да, да. Это, кстати, то, чего я хотел найти. Я вам подарю. Мы закрывать всю библиотеку, мы не можем 38 книг, то у нас просто государство столько там будет. А мы с собой-то можем взять только не больше 25 экземпляров, а через гранинать будем входить не больше 23. А остальные мы будем дарить примерно по 5 книг. Это вот трехтомник. Отдельно для страны, Боже, нет уз. Вы зайдите на наш сайт, прочитайте. Это как бы моя биография. Она из одних документов книга. У меня книги все по 752 страницы. Ого. Ого. Хорошо, конечно, конечно, посмотрю. А вот Новый Завет, я вам подарю, если вы имеете какую-то связь, несмотря на то, кто он там, масон, нет, митрополиту подарить. Эти книги, значит, они у меня изданы подарочные, как бы. Три тома. И на три тома Гюставо Доре мы сами раскрасили 230 иллюстраций цветных. Ага. И еще 10 из классики. То есть 240 страниц во весь лист без обрезки цветных. Ага. Да, да, здорово. Игнатий Дихонович, я, может быть, сделаю так. Я, может быть, пойду к самому этому митрополиту запишусь. Да, запишите. Скажите, что я приеду к ним в гости и желаю встретиться, сделать подарок. Я думаю, проехать дыше подарки, сделать папу Франциску и Венедикту. Вот, у меня... Да, хорошо. Это же здорово. Я так и сделаю. Я, может быть, даже... Не то, что я запишусь на прием, я узнаю у этих священников, которые местные здесь долго живут, как лучше на него выйти и как ему, может быть, передать через кого-то эту информацию. Так, теперь, которые финляндские и которые православные. Я обоим хочу сделать подарки. Так, нет. То есть у нас в Финляндии есть лютеранская церковь и православная наша церковь, финская. И патриарша есть. И есть церковь от московского патриархата тоже, да. Ну, я хочу ему подарить тоже. Все, значит, договорились. То есть всем, и лютеранам тоже, да? Да. Мы проехали, фактически сейчас, 444 города, районных центров. От Владивостока, ну и тут Болгария, тут все это захватили. А нынче мы думаем пробиться до Португалии, там встречи с людьми, везде в национальной библиотеке. Ну, это Испания, Франция, конечно. Один вопрос не решен с Англией. Кто бы нам... Я попытаюсь что-то вот там через, может быть, если я сам лично не знаю, то мои друзья, может быть, знают. И я, значит, вам, как я понимаю, нужно приглашение в Англию. Да. Или, или кто-то бы нашелся во Франции, когда мы поедем. Или, допустим, это общий вес 38 книг, это 31 килограмм, две коробки. Если у вас кто-то туда едет, я бы в Финляндии оставил этот груз, и он бы довез в британские, в британские библиотеки, чтобы были. Мне разница нечего. Тогда нам бы ехать не за чем было. Может быть, это возможно переправить через библиотечный фонд как-то? Узнайте хорошо. Я узнаю, если... Мы могли бы там у вас оставить и все. Ага, ага. И узнать... Хорошо, я попытаюсь это выяснить. В Финляндии, как там национальная библиотека, где что, чтобы мы время не тратили. У нас очень жесткий график. Всего только 30 дней мы можем быть в Шенгенской зоне. А пройти, захватить, считать только полностью Прибалтику, пройти, Скандинавию. И вообще... Да, хорошо. Так, значит... А сколько... То есть так... Ну, я хорошо. Это 31 килограмм книг, но это немного... 38 книг, 31 килограмм весит. Две коробки. Это на Британию, которая пойдет, да? Да, да. Это которая для библиотек. Вам я не могу никому подарить. У меня только для библиотек. Потому что у нас грузопассажирская газель, она больше не может взять. А остальных, которые... Вы, встречаясь с митрополитом, я буду дарить только по 5 книг. Хорошо. У меня только вопрос. Летеранам-то вот толкование. Они же как раз против этого. А они не знают его. Они не могут быть против, потому что они не имели его в руках. Но у них же априори, как там сказано, что каждый читает и сам понимает, никакие толкования нам не нужны. Они отказываются. Да нет, вы не знаете. Я знаю, Летеран. Я потому что в Латвии жил. Да? Да. Их коснется это. А когда они увидят? Это им... Ну, хорошо. Один человек, любой знает, как ему априори знает он. Но другой-то не знает. Ему надо это выражать. И вот этот выражает человек, как Ян Златоуст. Вот и все. Это один из Летеран живет по соседству и посылает им книги. Вот так и объясните. Хорошо, да. У меня есть... Я знаю здесь и летеранских пасторов здесь, я знаю. Вот. То есть они меня тоже... Они в свои лагеря приглашали меня. Вот. И Бог дал. Даже получилось так, встретил там человека, который был потерявший веру, приехал сюда в гости. Вот. И познакомился. И Бог дал. Нужные слова я нашел. Он вернулся в церковь, в православную. Сейчас ходит, причащается. И все хорошо. Смотрите, как Господь усматривает. Вот. Так что вот... Хоть что-то. В России-то вы не думаете возвращаться? Я с удовольствием бы... Но у меня так получилось. Вот две дочки. Младшие 8 лет, а старшей еще 10 нет. Вот. И так что вот... У мамы там материнский инстинкт, он едва прощупывается такой пульс. Мама финка у нас. То есть я им папа и мама. И вот они у меня двое, гражданки Финляндии, поэтому я, конечно, привязан. Вот. А то, кто старается детей своих сохранить от этого мира, прелюбодейного и грешного, лучше, чем у нас в отдельном месте деревни, она прям около жены дороги, но 150 километров от Барула. Я смотрел, я, конечно, все это видел, но меня это никак, потому что мама не даст вывезти, а они гражданин Финляндии, если только об этом сказать вслух, то тут же детей изымут из семьи и заберут в ювенальную приют. Понятно, понятно. Я просто вам сказал, чтобы вы знали. Да, я думал, конечно, об этом. Это мне первое, что в голову пришло. Дорогое, самое драгоценное, это дети. И лучше, чем у нас... Обстановку лучше нельзя придумать. Все верующие, учителя верующие в одном здании с храмом. Лето отдыхают. Прекрасные продукты. Неотравленная вода. Тут сказать даже нельзя. Да, Бог, может быть, хоть заехать буду. Посмотрите. Если на лето вы приехали, мы бы приняли вас в лагерь. Я же начальник детского лагеря, но тут, который снимает, Володя, вы его сейчас посмотрите. Так, вопросы еще у вас есть какие? Вопросов? Так, сейчас посмотрю. Да, да, да. Нет, у меня пока нет вопросов. Все, постарайтесь сейчас в видео войти, чтобы видно было. Володя увидит. Володя, встань рядом. Хорошо. Давай. Да, 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 хорошо. Сейчас, да, все, спасибо. Давайте, заходите, я жду сейчас же. Ага, хорошо. А в следующий раз зайдите в этот же день, в это... Утром, на сколько сейчас? Я посмотрю сейчас. Это 15, 3, 4... На 7 часов раньше, чем сейчас. Вот, вам время, я выставляю окно, потому что у меня встречи, ну, разное, тут я занят еще, чтобы я знал, в какое время вы... Это 3 часа, и там 4 отнять, ну, где-то так, 7 часов назад, откиньте. Посмотрите. Так, сейчас, секунду. Ой, мне сейчас звонят. Это еще поскорил. Так, значит, когда, завтра позвонить, да? Да, вот возьмите вторник для себя и раньше на 7 часов. Ну, можете, я еду даже. Так, вторник... Вот сейчас 7 часов назад, откиньте. Вы не вовремя позвонили, я просто оказался в избе, я бы мог быть не в избе. Ага. То есть, так, еще 7 часов раньше звонить, что ли? Да, да. Вот как сейчас позвонили, на 7 часов раньше надо. Так, сейчас скажу. Это у меня получится 4... Это в 3 часа ночи. Ну, смотрите. Так, в 3 ночи звонить. Да. Хорошо, в 3 часа ночи лучше звонить. Ну, как раз у вас, суета от вас отойдет, и у вас мысли будут трезвые, крепкие, духовные. Попутно помолитесь, и все же время на молитву-то, может быть, удается встать ночью? Ну, я как-то, честно говоря, я молюсь перед сном и утром, а ночью не встаю. А ночью надо звать. А вас как звать? Как? Жену как звать? Крещеное имя Йоанна. Йоанна. Йоанна, да. А по-фински как? Ну, и по-фински тоже Йоанна. Но, собственно, она литеранка была, перед тем, как венчаться, в православии ее там помазали. Вот. И имя она взяла Йоанна. Ага. А вы по-фински уже разговариваете? Ну, да. Я по-фински говорю, по-английски говорю, там, по-испански. Ну, есть у меня там немножко по-немецки. Ну, есть языков, я знаю, по-литовски. Еще себе. А я только по-английски. Вот это радостно. Я когда обратился к Богу, в это время я занимался на семи языках. Ага, здорово. Я самостоятельно никуда не ездил. У немцев в собрании говорил проповеди на немецком языке. Ага. Ну, конечно, это 51 год назад было. Сейчас ничего нет. Ну, язык, да, он теряется, если... Я совсем не занимался. Мне не до этого было. Ага. Ну, вот так. Ну, давайте сейчас подходите и сразу попытайтесь в видео зайти. Хорошо, хорошо. Сейчас я пытаюсь. Все тогда, ага. Все, с Богом. Сейчас. Господи, благослови. Сегодня день какой. Друзья, знакомые заходят. Тихо, Иоанн. Дело к маю-то подойдет. Бог здоровья. Алло. Да-да. Что-то я не могу у меня отключиться. Вы можете отключиться сейчас? Да, отключаю вас. Смотрите. А то что? Я просто... Нет. Это я с телефона сейчас говорю, а я с компьютера буду заходить. Я не знаю. Еще же это... Вот. Александр Жуков. Это другой. Ну, он на трубку вы пробуйте нажать. Вот это? Да. Александр... Он уже с Украины звонил. Кременчуга. А меня не было. А? Меня не было, значит. Посмотрим, что сейчас есть. Пока по комнате показываю. Я простыл, наверное, на улице стоял. Это Жуков Александр. Он и есть. Да-да-да. Ну-ка. Сейчас, минутку. Вас будет видно. Во. Вот. Вот Володю видите? Вот. Он снимает, стоит. Ну, все, наверное. На этом конец. На что отвечать? Где я начну нажимать-то? Дать ответ. Да ничего не надо. Но звонок-то я должен дать? Нет, нет. А почему нет-то? Я не знаю. Ну, потому что это связь. Это не от вас зависит. А я считаю, идут сигналы. Надо мне ответить, что я согласен. Нет, нет. У вас здесь вот идет трубка. Это положить трубку. Так что ее нельзя нажимать. Вы сразу его выключите. Ее трогать нельзя? Нет. Ну, все тогда, что? Сейчас только выезд сразу скажите, что все тогда, ладно. Ну, все тогда, закрываю ему. Надо ему сказать, что на этом кончено. А то я тут буду сидеть, время тратить. Так. Вам слышно? Вам слышно? Да, да. Ну, что-то плохо слышно. А что, Володя? Я хорошо. Ну-ка, попробуйте. Ну, если сейчас оно выключится. Во. Все. Надо было сразу сказать. Вы тогда выключайте и отходите. Вот так. Это он нашел на живом журнале Андрея Кураева. Вот видите, как. Я такого еще сравнения не слыхал. Это эталон мер хранится. То есть это оригинал, с которого все остальные даже копии только брать. И чтобы меня во Франции в эту комнату поместили. Эталон. Это больше, чем причисленным к лику святых. Это уже вообще заехали они. Это как раз то, что нам говорит апостол. Взирая на кончину без них, я не умер. Я Дворкину отвечаю. А в это время... Не надо выключать воду. Убрать? Ну, выключите. Или это убрать? Отвечайте, скажите, что это. Здесь ответить? Да, отвечайте. Вы тогда, наверное, больше не включайтесь, раз не дается нам никак. Сейчас, если погаснет, то и все на этом. Я уже буду отходить. Вам Володю-то видать, нет? Да, видно, видно. Все. Ну и ладно. Восторженный человек. Ну, это Бог так делает, Господь. Мы не искали, никого не знаем. Одни поносят, а другие хорошо относятся. Он с девчонками туда сидит. Вон они, видишь, у него где. Но я увеличить не могу никак. Может быть, как-то можно было бы. Ну, нет, видно, видно. Вот так. А это Дворкин выступает. Вот он стоит. Это я могу даже сейчас попробовать, пойдет или нет. Это говорит ложь. Вот он, Дворкин. Где он тут? А что-то не говорит-то. Ну, нет. Видимо, это перебило. Дворкин, да. Ну-ка, пойдет или нет. Брось вызов любому бойцу в интернет. И опять же, мы не знаем, до какой степени они были зависимы, эти 7%. И главное, опять же, что в этом случае одна зависимость подменяется на другую руку. То, что, опять же, говорят специалисты, появляется эндорфиновая зависимость. То, что происходит на собрании в неопенциальческих сектах, когда он входит в трансовое состояние, тогда в кровь у нас большое количество эндорфинов. Это эндоморфин. Это внутренние морфины. Молекулы, которые очень похожи на молекулы морфинов. Они, человек, ну, выбрасываются, мозг работает в гипофизу, работает в усиленном режиме, выбрасываются в кровь эндорфины. Человек от этого есть в личное состояние. И вот от него точно так же зависит. Если его не выпускать на собрание, на убедительские секты, то через день он прибежит к подворению за новой дозой. Это замена одной зависимости на другую. Про это достаточно много писали специалисты-психиатры. Вопрос про Игнатия Лапкина. Игнатия Лапкина Анатольевна, насколько его государитель, он такая псевдоправославная секта с очень жестким контролем. Это делает у своего собственного брата, которому он руководит, его брат-священник, который положил в зарубежную церковь. И сейчас к какой церкви относятся его общины, и относятся ли она к церкви вообще, поднять достаточно сложно. Можно сказать? Да. 19 мая у них будет встреча с правящим архиереем, епископом Максимом. Они обсуждают этот вопрос, и вопрос этот еще не закрытый. Но будем очень надеяться, что все-таки в возрасте... Нет, я просто говорю, что вы его назвали сектантом. Сектантом его нельзя назвать. Он именно православный. Вот и все. Тут никак по-другому не получается. Благодат на священство он не отвергает. Московская петриархия им принимается в полном объеме. А про недостатки, которые пишутся в церкви, это уже другой разговор. И от того, что какой у него характер. Характер у нас у всех разный. Ну, дай Бог, то, что я слышал, опять же, я сказал все-таки в таком сослагательном плане, то, что я слышал о его общении, о том жестком контроле, который там есть. Контроль именно по поводу того, что грех не должен властвовать над человеком. В этом отношении очень жесткий контроль. А выйти туда, войти, это все, кто заманивают, а туда не заманивают. А внутри человек можно и свободно? Свободно. Свободно. Хоть демон может причащаться, исповедоваться. Каноническое общение принято между зарубежной церковью и московским патриархатом. Поэтому любой их, так сказать, член общины может причащаться в любом храме нашей и московской патриархии, и зарубежной церкви. А можно любой член из общины выйти из общины? Может. А если человек выйдет из общины, с ним потом разговаривают или считают предателем? Во-первых, если все по согласию идет, если он не обижает, он может... Какие-то обиды, может быть, возникли. Ну, если по согласию, то, пожалуйста, выходи. Выйти, жить в городе, ходить в другой храм и... Пожалуйста, беги. И с ним будут разговаривать, с ним общение не запретят? Ну, конечно, нет. Если только он это... не лжет. Если он это лжет на людей, допустим, на тех же людей из общины, он... Ну, просто это, как говорится, что-то придумывает свое такое. Тогда, конечно, с ним это не будут разговаривать. Просто говори правду и все, как есть. Ну, вот тут это, видите, есть какие-то... То, что я слышал от других людей, о том контроле, который там есть в душе... Ну, контроль... Я сам туда ездил, я сам это видел, я это... Все это посмотрел и с людьми разговаривал. И, как говорится, это... Вот, понимаете, практический это подход... Такой, чтобы грех не властвовал над человеком и душой. В этом отношении, да. Давайте дождемся вот с Великого Русского Максима, тогда, собственно, будем надеяться, что... Ну, он не как канонический, все-таки в среднем. Не называйте его сектантом, потому что он не сектант. Спасибо. Я сказал, что к нему много вопросов. Вопросы можно, как говорится, разобрать, решить. А в православии нет гипноза. В сектах многие работают через гипноз. Вот это я теперь поясняю. И мы не знаем, до какой степени она подходит. Весьма эти степи... Сейчас. Вот Дворкин, это Александр Леонидович, кажется, звать. Он приезжал в Барнаул. Выступал в Алтайском государственном университете. Ну, наши люди пошли туда. А я в это время вел занятия в Алтайском государственном техническом университете. Это большой университет, 21 тысяча студентов. Ну, ему послали записку от меня. Приглашение прийти на занятие. Ну, там можно было выступить, нет. Он сразу в штыки поднял. Кто? Лапкин, я знаю. Это псевдоправославный. Псевдо, это он двоечник. Ему пытаются сказать, он даже слушать не хочет. Но местная епархия алтайская, она устроила встречу, видимо, из-за того, что он здесь был, со силовыми структурами. Это милиция, КГБ, прокуратура. Все тут собрались. И вот кто-то там задал ему вопрос, опять же, как вы ответите, что значит Лапкин? У него это штамп, грех монотонен, и поэтому он никуда не может выйти из этого. Знает, еще не знает. А это псевдоправославный. Перед ним люди сидят, такие щены, а ему разницы нету. Он брякнул и тут же встал, я не знаю кто. Это мне передала заведующая кафедрой теологического факультета. И она в советниках, работает в краевой администрации, Волобуева Марина Маратовна. И она мне все это передала. И встал этот человек, может быть майор Ардов как-то назвали, вот так мне запомнилось. И он говорит, а мы Лапкина уважаем. Хотя он, дескать, по нашему ведомству два раза был, два раза КГБ меня арестовывало. Ну, по их ступеням меня таскали. Ленина 30. Но мы его уважаем, потому что он никогда там, в смысле, не лжет, не лукавит. А какой есть, такой и есть. За ним не надо ничего смотреть. Я когда освободился, был реабилитирован. Я написал узнать, может что-то сохранилось у них. Какая моя была кличка, когда я у них в разработке был. Кличку-то какую-то дают. Вот патриарху Алексею Второму Дроздов, вот Кириллу патриарху Михайлов. Ну, у меня-то тоже какая-то была кличка. А мне бумага пришла официально, и ответили. А вышли по своей фамилии. То есть они мне не придумали ничего. Я знаю, Попков был в Москве, вот сейчас в Америке. У него кличка была Клоун. Я не знаю, почему Клоун. Но он хороший человек, я как знаю. Мы у отца Глеба Якунина встречались. Глеб Якунин тогда, мы почти вместе освободились. Но у него была кличка, у меня не было. Я в это поверил, в самом деле. Какая кличка у него? Это человек Дворкин с двойным гражданством. Я кое-что про него считал. Но встретить я бы встретился. Кто имеет возможность с ним войти в контакт, сказать, что ты ошибаешься, дорогой. Я православный, притом не просто православный, а проповедник. И не просто проповедник, но миссионер. И у меня опыт, его возраст жизни влепится 51 год. Он моложе меня, конечно. Но как узнать? Я назвал, я космонавт, но ни разу в космосе не был. Я говорю, я миссионер, я покажу людей, которые обратились в моем доме. Вот Менонит, отец Геннадий Фаст в Абакане. Магистр богословия, Московская патриархия. Вот убитый кришнаитом, голову отрезали от отеца Григория, Яковлева и Геннадия. В моем доме пришел двоюродный племянник, главный идеолога страны Суслова Михаила Андреевича. Пусть он покажет. Вот я его слышу, как он выступает против сектантов. У меня создается впечатление, что он вживую сектантов не знает. Они не такие, какими он их показывает. То гипноз, то нельзя выйти. Нам можно выйти, он что-то еще придумывает. У него это как будто совершенно неверующий человек. Он не предполагает, что сектанты, потому в секте, что их привел туда Дух Святой. Он туда не привел, а открыл им истину. Дух дышит где хочет. Но они не церковь. И он никогда не говорит, почему они не церковь. В общем, я его читал книги Дворкина, выступления смотрю. Ну, как он легкомысленно. За каждое слово надо отвечать. Я его не могу назвать, что он глубоко православный человек. Его речь, как поставлено, все, как будто Библии никогда в руках у него не было. У меня все ролики, их 1540, видеоканал, открытым оком называется. Они все называются «Во свете Библии». Поэтому «Во свете Библии» я бы стал с ним разговаривать. Итак, если кто имеет к нему возможность попасть, к Дворкину Александру Леонидовичу, скажите, что я готов принять его в гости. Одно только условие, чтобы он снял с себя масонский галстук, масонский. И был застегнутый, вот так вот. Потому что расстегнутый, это тоже оттуда идет, масонская. Все или расстегнутый, или масонский галстук. Чтобы так застегнутый, как в армии был, этого нет у них, это им не разрешает. Женщина обязательно без головного убора. Это все масонские знаки. Он не понимает даже ничего. Так мы-то говорили о том, что на нас в Финляндии, вы решили. Ну, как Бог устроит. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.